Аль-хамду-лиллллллウ Ахдах, والصلاة والصلاة على من لا نبيه بعد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك أشهد أن محمد أده ورسولة أمّا بعد عباد الله τις أرب Pennullahi И для кого из вас является секретом какое достоинство имеет это поклонение Аллаху указано уmagicalahu 수도 Вы знаете и слышите о достоинствах поста этому поклонения во время предшествующих Ф Ricardo В этом году и в предыдущие годы Такие достоинства и награды содержат в себе это поклонение Асуям, что верующий человек, если он настоящий верующий, он хочет поститься все время, каждый день. Круглый год и всю жизнь. Но Аллах, Субхану Атаре, запретил нам это. Аллах запретил поститься постоянно, каждый день. Запретил, но он всемилостивый. Он по доброте своей, щедрости своей, сделал так, что мы можем поститься некоторые дни, немного дней, но при этом получать награду такую, как будто мы постимся постоянно, как будто мы постимся целый год. Вот. Например, Аллах, Субхану Атаре, сделал так, что если человек каждый месяц будет поститься три дня, каждый месяц три дня, то как будто бы он постится весь год. Такую награду он получает. И сюда же относится у рабы Аллаха соблюдение шести дней поста в месяц Шавваль после Рамадана. Ибо сказал пророк Али Саратул Салам, Мансама Рамадан, сумма атбау ситта минь шавваль, кана ка суям и дагар, тот кто пропостится в месяц Рамадан, а потом вслед за этим постом пропостится шесть дней в месяц Шавваль, то как будто бы он постился все время, как будто он постится весь год. Почему? Пророк Али Саратул Салам объяснил. Он сказал, пост в Рамадан за десять месяцев, а пост в шести дней Шавваль за два месяца, потому что награды увеличиваются десятикратно, месяц за десять месяцев, шесть дней, как шесть дней, два месяца. И это и есть пост года, говорит пророк Али Саратул Салам. А теперь вопрос. Если это шесть, в десять раз это шесть, и Рамадан это десять месяцев, почему именно в Шавваль? Почему так же нельзя поститься, например, в Мухаррам, или в Зулькада, или в Сафар, или в какой-то другой месяц? Почему? У рабы Аллаха не просто так. Пророк Али Саратул Салам, он не говорит от себя. А это лишь откровение, которое ему открывается от Аллаха Субханава Тааля. Не случайно у этого месяца есть особенность такая, которой нет у других месяцев, и поэтому такая награда. А в чем состоит эта особенность? И улемы объясняют. Говорят, во-первых, потому что этот месяц Шавваль, он является как бы приграничной, пограничной территорией. Пограничье. Хима. Приграничье, как известно, приграничная территория, она получает, имеет некоторые достоинства, которые есть у основной территории. И месяц Шавваль, он, будучи вот этим пограничьем Рамадана, получает некоторые достоинства, которые есть в Рамадане. Это, во-первых, во-вторых, у Раба Аллаха, когда вы совершаете махриб или совершаете намаз, а еще, а что вы делаете после этого? Вы совершаете сунну, сунна раватиб, правильно, сунна раватиб, дополнительные намазы, вот так же. Пост месяц Шавваль вслед за Рамаданом является вот такой вот сунной. В-третьих, почему? Потому что, конечно же, человек знает, что у него есть недочеты в его посте месяца Рамадан, в его поклонении есть недостатки. И вот эти вот шесть дней поста в Шавваль, они помогают восполнить те недостатки, чтобы пост твой он был полным, чтобы сделать его полным, угодным Аллаху Субханава Тааля. А четвертое, почему Рабы Аллаха, почему еще именно Шавваль? Да потому что то, что человек постится шесть дней в Шаввале, указывает на его веру, на его иман, на то, что он действительно постится ради Аллаха Субханава Тааля, что он любит это поклонение Аллаху Субханава Тааля, потому что он целый месяц постился. Это целый месяц поста. А если еще это был сложный пост по 18-20 часов в сутки, человек целый месяц постился, и после этого он готов еще поститься шесть дней. Разве это не указывает на веру его, на то, что значит он постится ради Аллаха Субханава Тааля, и любит это поклонение Аллаха Субханава Тааля. Поэтому стремитесь к этому посту о Рабы Аллаха. Некоторые люди спрашивают, обязательно ли поститься подряд шесть дней. О Рабы Аллаха нет, не является обязательным. Если человек будет поститься в разброс эти шесть дней, в начале, в середине, в конце месяца Шаваль, это тоже можно. Конечно, лучше, если человек постарается побыстрее, побыстрее выполнить этот пост, потому что человек не знает, доживет ли он до конца Шаваля или нет. Спешить к благим деяниям это лучше, но если он будет поститься в разброс, это тоже можно. И это тоже будет ему за это та награда, которую обещает Аллах Субханава Тааля, иншаллах. И вопрос, который часто спрашивают, это зачастую касается больше женщин. Если у человека есть долги за месяц Рамадан, если человек пропустил некоторые дни поста в месяц Рамадан, с чего ему начинать? Может ли он поститься вот эти вот дополнительные дни поста в месяц Шаваль, прежде чем он восполнит пропущенные дни в Рамадан, прежде чем он совершит када? Есть разногласия среди Авляль-Ильм, есть мнение по этому поводу среди ученых, но правильное мнение, которое ближе всего к истине у Рабы Аллаха, что сначала надо восполнить обязательный пост. Потому что это фар, потому что это самое любимое Аллаху Субханава Тааля, это твоя обязанность. А по смеси Шаваль это дополнительное деяние. И потому что пророга Али Саратову Сараб сказал, То пропустится в Рамадан, а потом добавит 6 дней поста в Шаваль, то это будет ему как будто он постится весь год. То есть сначала нужно пропуститься. Если ты еще не восполнил пропущенные дни, тебя нельзя назвать пропустившимся Рамадан. Поэтому сначала Када, восполни пропущенные дни, а потом 6 дней месяца Шаваль. А некоторые люди говорят, ну я могу не успеть, или может быть мне сложно и Када, и восполнение дней поста, и 6 дней еще Шаваль дополнительных. А можно я совмещу два намерения? Это будет фар, я буду поститься как восполнение дней Рамадана, но при этом у меня не намерение, что это будет и 6 дней Шаваль. Нету Рамадан, нельзя. Нельзя, потому что обязательный пост, фарт, он не допускает совмещения намерения. Нельзя к его намерению присоединить еще какое-то намерение другого поклонения. Пусть Аллах будет доволен, сахаба, с подвижниками Пророка Али Саратову Сарам, будет доволен нами вместе со сподвижниками Пророка Али Саратову Сарам, всеми верующими. Пусть Аллах Субхану Анаталья сделает нас из честь и сих, чеми деяниями, чеми словами он доволен. Мы просим Аллах Субхану Анаталья Чанна Радван, Рад и Довольство Его. Просим его Чанна Рад и просим Довольство Его. Просим АллаH Субхану Аллах принять от нас поклонение. Субтитры создавал DimaTorzok